Святой Пантелеймон И в тот час мальчик проснулся, а змея разлетелась на кусочки. Чудо укрепило веру Пантелеймона. Он поспешил к старцу Ермолаю и попросил окрестить его. Пантелеймон ходил по темницам и лечил больных. Однажды к нему привели слепого, который никто не мог исцелить. Пантелеймон коснулся глаз слепого и сказал, «Во имя Господа моего Иисуса Христа, прозри!» К юноше приходило много людей. Он лечил всех бесплатно. Другие врачи завидовали ему. Они донесли на Пантелеймона императору Максимилиану. Максимилиан уговаривал юношу отречься от Христа. Пантелеймон отказался, и император отправил его на многие мучения. «Посмотри, что я для тебя приготовил». «Пусть лучше меня растерзают дикие звери, но я не отрекусь от Христа». По повелению царя, Пантелеймон бросили к злобным хищникам, но звери стали ласковыми, как котята. Царь приказал убить зверей. «Слава тебе, Христе Боже! Не только люди, но и звери умирают за тебя!» «Господи Иисусе Христе, дай мне терпение, чтобы я смог все вынести!» Последнее было усекновение мечом, но ничего не помогало повредить святому, и меч становился мягким. «Позже Бог призвал к себе святого». Пантелеймон сказал палачу, «Продолжай казнь». После казни из раны святого вытекло молоко, маслина покрылась плодами. Многие, кто видел это, уверовали в Христа. Если предстоит выбор, выбирай драгоценное, стремись к добру, чаще обращайся к Богу, надейся на Бога, узнавай свою веру. Субтитры создавал DimaTorzok